А тем временем в Европейский Союз собирается войти, кто бы вы думали? Совсем неожиданный ответ. Армения. Да-да, та, которая является членом Евразийского экономического союза, членом УДКБ, наш главный союзник в Закавказье. Через 10 дней в Брюсселе на саммите Восточного партнерства Армения подпишет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Как и Украина, Армения впрягается в политический диалог, так это у них называется, с Евросоюзом, который, цитирую, повысит эффективность политического сотрудничества во внешней политике и в вопросах обороны. Ассоциация с Евросоюзом не единственное, что Армения делает, как Украина. В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так, в мае 2016 года в Ереване был поставлен памятник Горегину Нжде, это такой армянский Бандера. В 1942 году Нжде обратился к Третьему Рейху с просьбой превратить советскую Армению в германскую колонию. Именно он создавал армянский легион СС и убеждал военнопленных армян. Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Этот памятник – глубочайшее оскорбление всему армянскому народу, который мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной. 106 армян – герои Советского Союза. Нонжде – герой для правящей республиканской партии Армении с ее идеологией национал-консерватизма. Вот такой логотип имеет партия. Ничего не напоминает? Вот и мне он напомнил символику Третьего Рейха. Недавно мне довелось встретиться с руководством республиканской партии Армении. На мой вопрос о логотипе, вы не поверите, один из руководителей подтвердил – да, мы арийцы. Похоже, мы что-то не знаем про отдельных представителей правящих кругов Армении. Неужели они собираются повезти Армению по пути Украины?